Накануне заседания Алексей Костусев лично встретился с горожанами, которые больше всех страдают от неприятного запаха. Это жители Слободки и части Молдаванки. Экологи констатировали, жалобы одесситов обоснованы, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций углеводородов 12 раз. И это, говорят медики, не просто цифры. Промышленное загрязнение воздуха приводит к ухудшению здоровья, провоцирует раковые заболевания. На следующий день после встречи мэра с горожанами было назначено заседание исполнительного комитета. Вопрос о воздухе был рассмотрен безотлагательно. Истории с душком 4 года. Наверное, все одесситы помнят, как в 2008 году весь город накрыл удушливый неприятный запах. Сегодня по этому вопросу в мэрии принимали экстренные меры и жесткие решения. Таких решений одесситы ждали 4 года. В сентябре 2008, когда город впервые накрыл специфический запах, тогдашнее городское руководство подверглось серьезной критике. Высокопоставленных чиновников не было в Одессе, а по возвращении никто в мэрии так и не отреагировал на историю с запахом, которая в районах города повторялась потом вновь и вновь. Этот вопрос, а этот вопрос очень важный для жизни, для здоровья людей, не решается уже 4 года. Переписка огромная. Бумаги потрачены тонны, а люди по-прежнему задыхаются в зловонии. На заседании исполкома в июле 2012 года были приглашены руководители нефтеперерабатывающих предприятий города. Всем, кто пришел, предоставили слово и возможность высказать свою позицию. Некоторые слова, которые звучали с трибуны, оказались для участников заседания удивительны. Если запах ландыша, он хорошо пахнет, вдохнуть полной грудью, точно так же упадешь замертво. Понимаете? Я не буду объяснять одесситам, что этот запах как запах ландыша. Я такой глупой роли не буду. В целом позиция нефтевиков сводится к следующему. Мы готовы устанавливать датчики и газоанализаторы, но нам не говорят, какие. Также заявили предприниматели, они готовы модернизировать свои предприятия. Но чиновников и депутатов такие ответы не впечатлили. Главный вопрос и претензия, почему модернизация и установка датчиков не велась все прошедшие четыре года, с того дня, когда Одессу впервые накрыл удушливый неприятный запах. На исполкоме звучали мнения о том, что мэру необходимо обратиться к руководству страны. В ходе обсуждения проблемы депутат городского совета Анатолий Балинов предложил. Здесь спрашивают, каков мировой опыт решения подобных проблем. Я не знаю, как решается это в Европе, но я очень хорошо знаю, потому что изучал, к сожалению, на русский язык. Это не переведено, как это решалось в штате Техас. Нефтеперерабатывающем штате, американском, одном из самых крупных. Мы знаем поговорку, которая бытует в Техасе, Техас должны грабить только Техаса. Но есть вторая поговорка, которая распространена в самом штате. Техас должны защищать сами Техаса. Так вот, была серия коллективных исков, которые просто разоряли нефтеперерабатывающие заводы. Они вынуждены были просто устанавливать эти системы сами, а не спрашивать здесь нас, какие они должны быть, какого стандарта и так далее и тому подобное. Как только мы обнародуем данные о том, что в 20 или в 19 или в 12 раз есть загрязнение воздуха, то, в принципе, я не знаю юридическую систему украинскую, но это уже в Штатах бы это тянуло на коллективный многомиллиардный иск, который просто заставлял бы руководство и владельцев этих заводов принимать просто меры. Совершенно очевидно, что эта проблема на сегодняшний день решается должна уже просто радикально. Мы должны были бы, как мне кажется, рассмотреть юридический аспект этой проблемы и или поддержать коллективные иски одесситов, или помочь сформулировать эти коллективные иски одесситов, или наше юридическое управление должно было бы выступить от имени одесситов с иском к нефтеперерабатывающим заводам. Это не наша проблема, какие датчики должны быть установлены. Это проблема руководства и хозяев завода. При составлении итогового проекта решений исполкома по вопросу о воздухе предложение Анатолия Балийнова было учтено. Депутат Гурсовета Александр Ищенко сформулировал его юридическое обоснование. Если уже вести речь о том, что вопрос можно решать в судебном порядке, его можно решать в судебном порядке, то необходимо вспомнить, что полномочиями определенными законом подачи иска от имени территориальной громады наделен мэр города, то есть вы, Алексей Алексеевич. То, о чем говорил Анатолий Конкович, в наших реалиях легче решить путем внесения от имени одного субъекта. То есть субъектом внесения является мэр, но от имени всей территориальной громады города. Вот и есть так называемый коллективный иск. Документ, в котором депутаты, чиновники и юристы четко пропишут алгоритм дальнейших действий, рассмотрят на следующем заседании исполнительного комитета. Мы все обеспокоены, мы все объединяем свои силы в кулак. Мы полны решимости эту проблему решить, а значит мы ее обязательно решим. После вопроса о воздухе перешли к повестке дня. Единственный вопрос, который вызвал обсуждение и был в итоге снят, касался продления разрешения застройщику на проведение строительных работ в Елисаветградском переулке в районе ЖД вокзала. Как заявили депутаты, застройщик по-хамски относится к жителям микрорайона и не проводит благоустройство территории вокруг строительной площадки. Все другие плановые вопросы на заседании исполкома рассмотрели в ускоренном темпе. По словам Алексея Костусева, произошло это благодаря тому, что все проекты были заблаговременно и тщательно отработаны. Продолжение следует...